Есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих. Так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. Сегодня я буду рассказывать о том, как приготовить пищевое средство, которое будет укреплять наше сердечко. Очень много людей сейчас страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. 5 июня, день Леонтия, назван в честь обретения мощей святителя Леонтия, бископа Ростовского. Он был уроженцем города Киева, хорошо знал греческий язык, обучался в Печорском монастыре под руководством преподобного Антония. В дальнейшем был возведен еще при жизни великого князя Ярослава на ростовскую кафедру. Успешно занимался просветительской работой среди язычников. Святые мощи святителя Леонтия были открыты нетленными в 1164 году. В народе Леонтия называли конопляником, поскольку это один из самых удачных дней для посева конопли, которая у наших предков была очень почитаемая. Ведь из нее изготавливали одежду, масло, обувь, ткани, нитки, веревки и даже лекарства. Семена конопли для посева нужно было сложить в пасхальное яйцо, а при посеве по полю следовало разбрасывать скорлупу и приговаривать. Коноплю сей и на рябину гляди, коли цвет в круги, то конопли долги. Приметы. Огурцы, высаженные сегодня, лучше всего подходят для засола. Зацвела рябина будет богатый урожай конопли. Сегодня я буду рассказывать о том, как приготовить пищевое средство, которое будет укреплять наше сердечко. Очень много людей сейчас страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, постоянная какая-то дряблость, постоянная дряхлость. И не дает человеку полноценно, полнокровно себя почувствовать. Особенно касается лиц пожилого возраста. С помощью чего можно укреплять сердце? Конечно, не с помощью таблеток, а лучше всего с помощью, естественно, пищи. Но встает вопрос, а с помощью какой пищи? Конечно же, с помощью проросшей пшеницы. Потому что для того, чтобы сердечко наше работало, необходимы витамины группы В. Будут витамины группы В, причем полноценные, значит это уже 70% того, что наше сердце будет работать великолепно. Далее, нашему сердцу нужны углеводы. Откуда их взять? Не из сахара и даже не из меда. А лучше всего их взять из абрикос. Абрикосы в это время бывают только сушеные. И они содержат огромное количество различных веществ, особенно калия, который поддерживает сердечную мышцу. Сахара, которые ее питают. Вот. Значит, можно использовать абрикосы. Но встает вопрос, а какие именно абрикосы? И вот смотрите, я здесь нарочно выложил раз, два, три, четыре вида различных абрикосов, чтобы показать и сравнить, чем они хороши. Вот смотрите, вот эти вот абрикосы. Они очень хороши, так смотрятся. Но они без косточек. И они такие блестящие, красивые и даже, можно сказать, несколько жирноватые на ощупь. Это говорит о том, что они обработаны неким консервантом, который их прекрасно сохраняет и придает им такой хороший вид. Естественно, для целебной кулинарии они не подойдут. Просто-напросто. Зачем нам нужны консерванты внутри нашего организма, которые могут тоже сердце, наоборот, загубить. Поэтому их отлаживаем в сторону. Дальше. Второй сорт. Видите, они несколько поменьше. Но также мягкие. Такие же красивые. И это говорит о том, что они обработаны, опять-таки, особым веществом, которое сохраняет эту красоту. Вот все эти качества. Но, тем не менее, оно, это вещество, проникает внутрь абрикос, что не дает им, так сказать, портиться и красиво выглядит, позволяет. Естественно, когда мы их будем употреблять, все это пойдет внутрь нашего организма. И надо будет выводить эти вещества наружу. Что-то они сделают положительно, а что-то, увы, повредят. Поэтому они тоже не подходят. Другой вид абрикос, сорт. Это уже, видите, такие погрубее, с косточками. Третьи лунные сутки. За предыдущие лунные сутки в организме образовалось напряжение, однокопленное в результате сжатия энергии. И сегодня настал день, чтобы дать ей разрядку в виде большой и интенсивной физической наружки. Вообще, энергетика лунных дней может способствовать росту спортивных результатов, если ей следовать. Если вы не спортсмен, то в этот день можно выполнять большую работу по дому, и вы не устаете. А после выполнения работы, обязательно примите горячие ванны. Важно расслабиться и полноценно отдохнуть. Сегодня не принимайте никаких серьезных решений. С горяча можно наломать дров. А вот поточить ножи сегодня очень даже хорошо. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Звоните в колокольчик. И подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровьица и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok